Доброе утро! Это было в послании президента республики Казахстан от 14 декабря 2012 года стратегия Казахстан-2050. Ежегодно у нас работа идет в этом направлении и в течение года в определенные периоды проводятся акции по нулевой терпимости. С 28 октября по 30-е намечено у нас проведение широкомасштабной республиканской акции «Нулевая терпимость к беспорядкам и правонарушениям». Целью данной акции является формирование в обществе принципа нулевой терпимости к правонарушениям. В этой связи намечено у нас проведение сходов населения, на котором будут разъясняться отдельные статьи по нулевой терпимости. Чтение лекций в учебных заведениях с привлечением к этой работе партии Нур-Отан, заинтересованных госорганов, общественности, средств массовой информации. Скажите, пожалуйста, а на какие правонарушения делается акцент? Больше всего, да. Акцент у нас делается именно на те правонарушения, которые совершаются на улице, и общество реагирует остро. То есть это употребление алкоголя, опять же, да? Появление в общественном месте пьяном виде, выброс мусора, загрязнение улиц у нас. Давайте послушаем телефонный звонок. У нас есть дозвонившийся, который ждет нас на линии и хочет высказаться по теме сегодняшней программы. А можете задать вопрос. Доброе утро. Здравствуйте. Очень хорошая у вас тема сегодня. Вот я еще хотела... Вот сейчас предыдущая телезрительница говорила насчет масломеров. А еще хочется сказать насчет самих водителей. Вот, например, какие-то ситуации спорные создаются на дороге. Ну, или частник подрезает автобус, там, или еще что-нибудь. И водитель начинает на весь салон нецензурно выражаться именно в сторону того, кто его там обидел. Тот, кого он обидел, и не слышит, понимаете, его нецензурных слов, а слышит весь салон, где сидят пожилые люди, дети. Вот. Начинаешь его как-то отдергивать, замолчите, у меня нервы, я нервный там. Или, например, еще курит, а у него кабина открыта, а дети сидят. Детей начинает тошнить. Тоже скажешь, я целый день, я сейчас выйду, буду курить, вы будете возмущаться. Вот такие возникают ситуации. Вот. Хотелось бы обратить тоже автопарк. Спасибо. Я получил тут этих плевков. Очень хорошо, как-то сказала одна бабушка на остановке. Тоже молодые люди плевались, и она говорит, ну, что же вы делаете? Они говорят, у нас уроза. А бабушка восточной национальности была, она говорит, знаете, молодые люди, когда уроза, и слюны не бывает. Потому что целый день не пьешь. Какая уроза? Это родная земля. Религиозные деятели должны объяснять что-то. Потому что сейчас молодежь ходит и в церкви, и в мечети. Скажите, как вас зовут? Меня зовут Елена Николаевна. Спасибо большое. Я абсолютно согласна. По поводу общественного транспорта, конечно, не все. Но очень часто встречается, когда водитель курит прямо в кабине, естественно, ничего не скажет. Соответственно, какой-то человеческий фактор, когда ему просто хочется выругаться, да, эмоции. Но таким, это считается нарушением, можно ли применить какие-то виды... Да, и меры, какие можно. Так, в данном случае, ну, буквально вот позавчера информация поступала, что водитель курит в салоне, и при том, что в салоне имеется надпись, что курить нельзя в салоне. Ну, в данном случае усматриваются составы двух статей правового решения. То есть, мы смотрим статью 330 мелких хулигаций, то есть, нецезонную брамя в общественном месте, и курение в общественном месте, статья 336, прим. 1. У вас были подобные случаи, когда реально люди платили за это штраф? Или нет, еще не было? Ну, реально, там не только штраф курит, но и аресты до 10 суток. Скажите, пожалуйста, вот как можно доказать то самое? То есть, обычные пассажиры должны снимать это на телефон или каким образом к вам обращаться? Или просто номер маршрута? Ну, опять же, как вы выследите? Так, выследить мы, конечно, таких у нас возможностей в настоящее время нету, чтобы каждого водителя выследить. Ну, отдельных водителей можем, тем более, ну, в рамках проведения акции можно и в автобус сотрудник, как говорится. То есть, можно вам сообщать? Скажите, пожалуйста, по какому номеру или есть ли сайт, куда можно присылать фотографии? Я знаю, думаю, что это будет хорошей мерой. Вот в первую половину программы этот замначальник Ермек Шуканов доводил. Это 3W, Акимат, Актюбе, ГОВ, Кизеп. Там имеется страничка «Чистый город». Все понятно, просто заходите туда, сливаете видеоматериал, фото. Или фото, да? Вот к нам на страничку в Facebook тоже много фотографий пришло, и где конкретные лица есть людей. Мы их сегодня покажем, хотя, может, и не покажем. Все зависит от юридической части нашего эфира. Мы приветствуем телезрителя, который к нам зазвонился, и послушаем вопрос. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Мы нас слушаем. Я хотел бы задать вопрос представителю власти. Вот у нас все законы создаются, как бы смотрят на Европу, можно так сказать. Смотрят на Европу. Вот в Европе так, в Европе так, вот так. Ужесточают законы все, да, там, как вы говорите. Я понимаю, город, да, мы должны в чистоте держать. Мы все жители этого города. Но, чтобы город держать в чистоте, я считаю, нужно создавать условия для этого. У нас ужесточают законы, но они создают условия для граждан нашей республики. А какие вы считаете условия элементарные? Например, давайте статью приведем о правлении средств надобности. Да, вот это неприличная статья тоже. Человек оправляется, например, где-то за углом, да, но если человек, у кого-то простатит, у кого-то какие-то болезни, его штрафуют. Но я считаю, чтобы его оштрафовать, нужно создать для этого условия биотуалеты, да, в Европе, как вы знаете, везде стоят биотуалеты. Примерно где-то, скажем, пусть будут через каждые 200 метров, 250, да, там, 300, чтобы человек мог продержаться, дойти до этого. То есть заплатить эти же 20 тенге, или пусть это будет 100 тенге, я заплачу, но, например, да, а если этого нет, у нас идти до дома 2-3 километра, например, у всех разные расстояния, да, у нас штраф, на все штраф. Я понимаю сейчас насчет вот сигарет у вас, у нас, то есть есть урны, да, вот это хорошо, это сделали урны, но не везде все равно так. Спасибо за ваше мнение, но с этим мнением тоже, в принципе, нельзя не согласиться, это на самом деле так, и меры нужно какие-то принимать. Ну, при, у нас, вы знаете, ежегодно, вот, в начале весны, весенний период, весенний-летний период, акиматом города объявляется проведение чистого города, чистый четверг, чистый, и вот на совещаниях они этот, вот знаете, уже сколько, несколько раз менялись урны по городу, чтобы у людей была возможность, куда выкинуть этот мусор, по биотуалетам, на самое время, я ситуацию не знаю, как обстоит, но, используя вот данную жалобу, можно направить письмо в акимат города. Я вам скажу, может быть, эта тема очень щепетильная такая, не очень корректная, но в то же время она наболевшая, вы знаете, что очень много и звонков, и обращений. Каждый человек при выходе дома должен рассчитывать свои возможности, но это же, как, мы же не всех штрафуем, мы собираем материал. Сделали из вас монстров, да? Собираем материал, да, направляем в суд, а судья уже учитывает все особенности. А вот скажите, что может грозить нерадивому курильщику, который выпросит окурок в неположенном месте? Что за это? Ну, это я уже говорил, статья 330, это мелкое хулиганство, от 3 до 10 МРП штраф, либо арест до 10 суток. А вот, знаете, у меня вопрос такой, вот понятно, что недавно, да, можно так сказать, вступил закон употребления алкоголя в общественных местах и на улице, да. Но вот, опять же, если сравнивать с Европой, там есть такое понятие, миллипроцентное опьянение, то есть за рулем, да, допускается в Германии, в Америке. И если они употребляют алкоголь на улице, то есть покупают специальный пакет. Это может быть пиво, либо какой-то, да, и более слабый там алкогольный напиток сейчас в магазинах очень широко распространены, всякие коктейли и так далее. Вот у нас насколько это действует? То есть если правоохранительные люди правопорядка могут подойти, и я, допустим, спью пиво в пакете, но бренд не видно пива, то есть какой марки там, за это тоже штраф или нет. В то же время я себе веду культуру. Ну, вы сами сказали, если не видно, что человек употребляет алкогольный напиток, то никто вам не сможет ничто предъявить. Другой момент, если вы в процессе употребления там опьянеете, и будут выражены. Кстати, когда подготовилась наша программа, поступил звонок, и телезрительница назвала адрес Анкибай 159, корпус 2, что там прям в беседке двора собираются любители выпить, прям с утра по 10 человек, соответственно, распивают, оставляют весь мусор, и дети на все это смотрят. Можно ли принять меры, и куда им обратиться? Видимо, участкового в глаза они не видели. Вот такое складывается впечатление. Ну, по всем правонарушениям звоните на 102, все звонки у нас фиксируются, имеется запись, видео, аудиозапись. Вот видео у нас, как показывали, вот с видеокамерой, 116 видеокамерой расположены по городу. Все у нас фиксируется, проверяется потом руководство. Но вы могли бы принять меры, да? Конечно, обязательно. Учесть этот адрес, напомню, Анкибай 159, корпус 2. И по поводу камер, если нарушение не фиксируется видеокамерами, соответственно, человек знает, что здесь стоит видеокамера, тот же, ну, скажем так, где таксисты стоят, которые очень часто так же курят, и все на месте, и плевки, и окурки, то есть считают, что это нормально. Но они знают, где установлена камера, и как бы отойдя в сторонки, то, что не установила камера, можно установить и за это наказать? Установить можно, нужно обращение нам, официальное обращение в орган внутреннего дела. И только после этого, да, устанавливают камеру и начинают... Нет, зачем? После этого мы будем расследовать, собирать материал, очевидцев, свидетелей устанавливать. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Я вот, меня зовут Китсонин, я, у меня дочка живет в Кустанавской области, город Лисаковск. Я вот недавно там была. Вы знаете, такая чистота, там такой порядок. Если только там увидит мусорь, сразу звонит дом управления, и дворника сразу увольняют. Тротуары такие красивые. Нигде мусора нет. И в каждом доме, вот в подъезде, в каждой подъезде стоит уровень там. Как вы считаете, это связано с тем, что там хорошо убирают, или люди там просто культурные и ведут себя лучше? Во-первых, хорошо убирают, и, наверное, и культурные люди. Вот я живу по Исидбатэре 91 без корпуса, где вот дом ветеранов. Так. У нас вот дом управления, я не знаю, как они смотрят, у нас очень грязный двор. И у нас меняются вот эти дворники каждый месяц. Так, а еще раз адрес скажите свой. Исидбатэр 91 без корпуса. Где вот дом ветеранов? К какому КСК относится? А к какому КСК вы относитесь, ваш дом? Это как, я сейчас скажу. КСК вот это, вот где вот детский товар же есть, там какой вот называется КСК? То есть, наш представитель, наш гость сегодня хочет сказать вам, что в первую очередь следует обратиться, наверное, в КСК, да, по поводу уборки дворов? С начала года нами привлечено 26 КСК и 9 кондоминиумов на сумму 1 миллион 300 тысяч. То есть, они отвечают тоже? Они отвечают за чистоту и уборку под ведомство территории. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, что обычно срабатывает лучше? Метод кнута в нашем случае, это штрафы, аресты, да, или это все-таки метод пряника, разъяснительная работа? Вот все акции, которые проводились. Да, как лучше делать? Да как достучаться до людей? Ну, вообще изначально, я думаю, нужно исходить из того, что нулевая терпимость к беспорядкам уже начинать с себя. Ты не насорил и не придется убирать твоего лица. Ну, а тем, кто не понимает, ну, будем применять. Акции продолжаются и, скажем так, за всеми актюбинцами следят. Можно говорить так? Ну, следить, нужно самим за собой следить. Что ж, спасибо вам за беседу. Я думаю, что она была поучительной сегодня. Хорошего вам дня и поменьше нарушителей. Да, поменьше, чтобы у вас было спокойствие прежде. Уважаемые телезрители, 222-333, а далее наш эфир тоже продолжит интересные сюжеты, рубрики, так что оставайтесь вместе с нами и звоните, обсуждаем мы сегодня тему «Чистый город». Да, оставайтесь с нами, мы ждем ваших звонков 222-333. Спасибо. 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 Спасибо.